Как ты реагировал на аннексию Крыма? Да я проспал, я где-то был за границей, наверное. Ну, типа, сам процесс, конечно. По чесноку, тебя в 2014 году это волновало? Да, конечно. Это было что-то таким, что меня как подростка очень будоражило. Типа, мы действительно за независимость, мы за свободу, ты покупаешь, что это ценности, которые, типа, ну, нельзя, как против них, это единственное верное, правильное. Ты же видишь, что это, типа, как бы общественная идея, никому не навязанная, ты ее поддерживаешь, вот все это обсуждают, ты такой, окей, ну, это правда, это не куплено, это реально вот люди. И ты гордишься этим, ты прям такой, да, хочу тоже что-то сделать. Я хотел пойти, вот, Днепроветровский тогда был, это когда Майдан, там сносили, подожди, ну, Крым же был позже, да. Ну, я хотел что-то сделать, а вот арт рисовал максимум, ВКонтакте на аватарку поставил, где такой человек, типа, герб Украины, и там раздавленный такой плакат Януковича. И вот, я красиво рисую, я могу, типа. Мне это нравилось, что я еще во имя какой-то благой цели, которая питала меня какими-то гормонами еще. А сейчас? Что сейчас? Правильно все? Что правильно? Ну, типа, было сложно, это надо было, типа, прям оторвать как-то кусок от страны. Ну, как-то правильно, что? Что оторвали? Ну, правильно, что люди, несмотря на всю страх, и вот эти вот все последствия, которые после этого последовали, они все равно тебя сделали правильно. Потому что нет ничего цене и свободы. Ты про Майдан говоришь? Да, да, я поддерживаю Майдан. Твоя карьера в основном, так или иначе, карьера твоя развивалась в России все время? Ну, нет. Ты жил в разных местах? Да. Ты жил в Японии, ты жил в Лос-Анджелесе, но все равно в России ты жил много, ты взаимодействовал с российскими блогерами и в целом был вот в рынке именно русского, российского, российского ютуба. Предъявляли ли тебе по этому поводу дома? И ты сам испытывал какие-то... Испытывал ли ты сам дискомфорт? Я всегда рад был аргументировать, почему Россия действительно хорошая страна, почему вот действительно там все такая отлично, потому что, да, родители мне предъявляли. Что они говорили? Ну, чаще всего это какие-то выписки из новостей. Никакого личного мнения, просто типа, вот-вот, они что-то там увидели, меня переслали, типа, ты видел, ты видел, где ты. Ты такой, ну, это, типа, я не там, это не там, где я. Это, типа, что-то другое, это, ну, типа, это меня не касается. Да, там есть какие-то новости, там, что-то. Ну, я-то каким боком, да? Ну, они просто больше переживали за меня, конечно. Так. Ну, смотри, Мир, по-другому. Когда Россия аннексировала Крым, ты как отреагировал? Ну, как я отреагировал? Да никак, вот, ну, в соцмедиа, да никак. Да и с людьми не говорили. Нет, по ощущениям. Ну, просто для тебя это что? Я, скорее, как наблюдатель. Я что, я сделаю? Я наблюдаю и думаю, о чем, ну... Потом ты... Я, скорее, наблюдаю, как, как это оборачивается в негативную сторону для России, типа, вот, весь Крым. Насколько это ужасно. И ты такой, вау, ну, это плохо, зачем они сделали? Это, как, типа, ударили полит... Ну, это моя позиция, я не хочу ее переносить на страну, типа, ударили по левой щеке, поставь правую, типа, то. Ну, это правда. Потому что, ну, типа, как-то карма начинает в действии запускаться. Ты прям видишь, как это все усугубляется. И ты думаешь, ну, как, зачем? Зачем? Всем хуже. Так, смотри, когда ты жил в России, тебе прилетала реакция с Украины, от родителей или от кого-то еще, что мы в конфликте со страной, ты гражданин Украины. Как ты можешь так делать? Да, прилетала. Ну, я как-то разграничиваю, говорю, мол, типа, это же я не то, я же развлекательный контент. Ха-ха-ха, развлекательный контент. А внутри у меня все равно же политическая позиция у самого есть, что, типа, вот, ну, несправедливо так, там, люди умирают, типа, война, людям плохо. Ну, это я про Донецкий Луганск, там же вообще ужас, там, типа, каждый день происходят военные стычки, умирают, типа, люди. И вот это вот меня вот прям порой в ярость уводило, типа, ну, как так? Как так? Надо что-то делать, надо что-то делать. А что делать? Надо страшно воевать обратно. Это ужасно, даже думать об этом. Потому что приходится предпринимать, реально украинской власти приходится предпринимать вот такие решения военные. Да. Так, ну смотри, ты жил в России при этом. Ты понимаешь, что на Донбассе война? Да. И в этом замешана страна, в которой ты живешь. И в которой ты, как напишут в комментариях, зарабатываешь. Да. И в которой ты зарабатываешь. У тебя была, ну, у тебя было ощущение, что дискомфорта? Или ощущение, что ты делаешь, ну, что-то не так, что-то неизящное, что-то неправильное? Просто надо было разобраться. Я, не то, что я уверен в своей позиции, я до сих пор не уверен в своей позиции. Моя позиция, я хочу все понять. Если я в чем-то где-то не прав, я очень хочу, чтобы это максимально быстро выяснилось. А для этого мне надо сделать, сказать, услышать обратный фидбэк. Я просто получал опыт, и каких-то однозначных суждений я не мог сделать, потому что я не в том положении, чтобы что-то говорить. И люди, которые что-то там говорят, они молодец, молодцы, люди просто всегда реагируют, но они неэффективные. А я как бы эффективный юнит. Я могу уже что-то сделать. Если уже что-то предпринимать, то вот так предпринимать. Типа надо делать не хуже Навального, мне кажется, если уж что-то предпринимать. Потому что эффективность решает все. А просто так содрогать воздух, чтобы я опять преследованием каким-то был, чтобы меня преследовать, чтобы меня опять запугивали, чтобы я вообще типа замолчал, я буду просто спокойно набирать сил. Для чего? Ну, чтобы защищать слабых. Так, а в какой момент тебе перестали нравиться? В какой момент у тебя стали появляться те самые суждения, посты и мысли, которые могли не понравиться тем людям, которых ты принимал за ФСБшников? Не факт, что они ими были, но тем не менее. Ну, как ФСБшники? Просто менты. Ну, менты, да. В какой момент? То есть, с чего вдруг тебе российская власть стала не нравиться? Ну, исторический пакетик большой, типа, все время это происходило, типа, украинские, русские терки, да, то есть, это еще в корнях мне про бабушка рассказывала, Голодомор, Сталин, типа, вот на какие ужасы на селе происходили, типа, вот это все, вот они. Потом, следующая поколение, это дедушка, говорит, что как НКВДшные тройки приходили, отжимали вот это вот все, что зерно было. Кстати, история была более у деда интересной, потому что там этот дед Иван, это дедушкин батя, вот это вот, когда пистолет направили на него, он, типа, выбил его и, и прятался. Потом зимой две недели где-то у людей, его не могли найти, типа, ну, он, типа, проявил какую-то храбрость, и, типа, вот это вот меня тоже, типа, как-то часть меня, тоже, ну, дедовы, дедовыные байки, конечно. Ну, сейчас до сих пор я вижу война какая-то, ну, типа, явно все как-то нечисто, почему-то вот есть терки Украины и России, и эта война какая-то нечестная, она нечестная, ее же даже, ну, Путин не признает, что это происходит, он, типа, боится сказать честно, что он воюет. А вот это вот больше всего не нравится, потому что в честной битве, в честной, мы бы потягались реально с Россией, и ВВП свою подняли бы, и реально было бы интересно глянуть. В честной, ты имеешь в виду, если бы не было войны? Да, да, в честной, открытой экономичной, какой-то медиа, ну, реально, ну, мне нравится конкуренция, я считаю, что это двигатель прогресса, но, типа, Украина уже сдерживает эти войны, вот эти постоянные аннексии территории, это сколько, всего, мы бы сами разобрались, и давайте, что-то сравнить, а у нас и так ресурсов мало, и реально хочется, типа, показать, на что способна Украина на мировой арене, а мы пока по индексу Big Mac, а самые дешевые, вот, типа, это все искусственно как-то очевидно, что мы, типа, такие шарящие, талантливые, ничем не уступаем другим народам, а нам мешают, да еще кто, старший брат получается, типа, ну, скорее, младший брат, ну, большой такой, детина вымахала, вот это вот как-то ощущается, вот мое такое увидение, и тут нечестно, очень вот это, вот, у меня чувство несправедливости, типа, блин, мы могли бы, а война, это ужасно, ужасно, это нечестно, и это страшно, и вот эти вот методы запугивания, они такие нечестные, и это только потому, что последний человек без эмпатии власти. есть ощущение, что ты в какой-то момент стал что-то читать или смотреть, и, пардон за оценку, еще раз, я не хочу выглядеть каким-то брижащим стариком, или там просто человеком, который старше, но выглядит немного так, знаешь, как будто ты никогда не интересовался политикой, но, типа, год-два назад стал что-то читать, подписался на какие-нибудь телеграм-каналы и стал с кем-то общаться, и сейчас вот значительную часть украинской повестки ты просто переносишь на то, что происходит. Я не говорю, что ты говоришь, что это не то, но просто это так спутанно и смешанно, вот, в том числе... Реально спутанно и смешанно. В том числе предъявлять Путину за... Ну, предъявлять сегодняшней российской власти за то, за Голодомор и за НКВДшные тройки, от которых, напомню, мы пострадали, в общем, как бы так же, как и Украина. Мы были одной страной. Ну, и от Путина сейчас так же страдаете. Ну, типа, русские тоже в этой войне гибнут, только еще хуже их могилы умалчиваются, ноунеймы просто хоронят. Типа, что? Зачем такое? Что смерти обоих стран обычных мирных жить? Ну, как... И мирных в том числе. Насколько я прав, что ты просто недавно что-то стал потреблять на предмет политики? Стал смотреть телек, стал что-то читать, стал с кем-то познакомился, кто тебя... Нет. Заинтересовал. Нет, нет, я все... От личного азарта происходит, от личного интереса. Я просто... знал, что у меня освободилась какая-то часть мышления под... под это. И... Я стал читать Википедию, Google. Википедия главный ресурс мой. Google по тегам я просто гуглю. Ну, типа, если я не знаю, там, например, какое-то ответвление либертарианства, какое-то вот еще одно, я прочитаю. Оказывается, их там пять. Я такой, окей, прочитай про все. А когда я читаю про какой-то из них, я еще выкупаю какой-то новый термин, я по нему гуглю. Это достаточно хаотичный метод познания мира. Это не тут какой-то литературы или наставника у меня.